итак ребят всем привет как я думаю вы понимаете по этой коробке это обзор и сегодня это не только обзор не просто обзор сегодня это такой скажем так секрет успеха просто на любых соревнованиях на любых этапах на любых каких-то таких выездных мероприятиях по трофе тематике это будет раскрыт скажем так секрет на 2017 год как просто заставить ада валюта гореть пуканы всех владельцев в общем-то аксиалов и ватер и в общем в целом любых других шасси это просто убийца всех моделей сегодня на обзоре сегодня у меня на канале потому что на обзоре у меня сегодня модель от компании мст это новая версия cfx в w соответственно буковка это w говорит о том что масштаб у нас ну псевдо 1 к 8 но это никакой не 1 к 8 понятное дело потому что нету шоссе угол и шоссе масштаба потому что это может быть как белаз и это тогда не 1 к 8 это может быть и там какой-нибудь сузуки самурай то есть но это 1 к 2 тогда масштаб главное преимущество данной модели в общем-то как вы можете видеть прямо сейчас перед собой это мосты мосты это не просто мосты это мосты с порталами все те кто более или менее вообще понимает о чем речь портал это такой механизм в общем-то это редуктор портал это в простонародье я так понимаю просто название это редуктор который увеличивает клиренс увеличивает расстояние до ореха а как я вам неоднократно уже говорил клиренс у вашей модели это и есть все то что ей нужно то есть не надо модель дико лифтовать не нужно ее дико поднимать если у вас стоят мосты от того же самого первого аксиала они просто ну очень огромные какие бы вы там рессоры не ставили какие бы там пружины с амортизатором не ставили поднимая саму вашу модель скажем так вверх увеличивая ей центр тяжести расстояние от земли до ореха у вас соответственно останется всегда неизменным один мост как вы можете видеть уже собран на данный момент и давайте посмотрим что у нас есть в коробке на коробке у нас есть разнообразные картинки есть разнообразные скажем так какие-то моменты то есть здесь мы видим угол установки наших кулаков порталов по факту он составляет 15 градусов то есть вполне неплохо на штатной резине у нас клиренс получается 55 миллиметров хотя здесь если быть чуть точнее чуть честнее клиренс здесь будет по нижнему уху вот этому от цехаба там от до цехаба потому что портал получается убран внутрь покрышки внутрь диска он не торчит но тем не менее здесь площадь не такая большая и застрять скажем так нагрести вот этими висящими элементами грязь перед собой будет достаточно проблематично 80 миллиметров у нас расстояние до площадки на которую установлена раздатка так что он неплохие показатели 67 градусов у нас угол въезда 67 угол градусов у нас съезда и реально круто реально неплохие показатели давайте смотреть что у нас есть внутри коробки сейчас должна прийти теплая весна чем больше сейчас этих шассик появится в москве чем больше этих шассик появится на покатушках тем теплее будет у нас климат так что бедные полярные мишки внутри традиционно у нас есть инструкция собирать модель нужно строго по инструкции не нужно от себя выдумывать никаких таких там тонкостей нюансов есть нас а вот такой буклетик ну буклетик скажем так не очень интересный cmx cfx то есть окей есть покрышки наверное сейчас давайте посмотрим быстренько что у нас есть а потом по поводу каждой уже детали будем чуть более подробно говорить есть вставки у нас покрышки здесь достаточно кстати крупные но об их размерах чуть позже есть вот такой пакетик с разными детальками амортизаторы точно такие же как у cmx есть карданы точно такие же по моему как у cmx есть комплект подшипников то есть уже радует что здесь по крайней мере частично подшипники идут в комплекте это скажем так ну положительный момент потому что fx был весь на втулках я их менял как вы помните сразу на соответственно подшипник есть новый корпус редуктора который теперь стоит под капотом есть стойки крепления кронштейны кузова так различные площадки бампера ничего интересного есть рельсы рамы рама здесь точно такая же в общем-то как у того же самого аксиала по своей идеологии это п-образная рама но у аксиала она гнута в трех плоскостях здесь по моему в двух сейчас откроем сейчас посмотрим так есть какой-то пакетик с пижон есть кстати вот здесь стальные шестереночки я так понимаю это портальные какие-то части есть всякие наконечники тяг есть пиньон у нас есть еще одна вставка покрышку что в общем-то тоже совершенно нам не интересно вот детали моста порталы это очень интересная часть наверное вообще самая интересная часть опять покрышка диски пластиковые имеют дизайн кстати как ограниченная серия дисков на лендровер кам ставил такие диски по-моему это 1.9 размер но к сожалению опять под проклейку очень бы хотелось кстати вот такие диски в 2.2 размере именно для кана получить но соответственно металлические есть корпус моста мост ну просто крошечный здесь даже cmx в общем то отдыхает по размеру главной пары и и и вот сама главная пара главная пара сама опять какие-то детали это детали по редуктору который стоит у нас нынче под капотом комплект винтиков болтиков и одним словом ничего пока интересного то я вам скажу по резине резина имеет удобную маркировку здесь нет вот этой глупости как имитация надписи настоящих размеров здесь честно написано 40 на 120 на 1.9 то есть ширина у нас 40 миллиметров диаметр общий 120 и посадочный диаметр под диск 1.9 дюйма резина по ощущениям жестковата причем боковины у нее довольно мягкие довольно нежные не факт что это очень хорошо скажется именно на эксплуатационных моментах потому что по тому же самому пит булю то есть но одна из самых лучших резин в плане проходимости в плане универсальности но к сожалению 114 миллиметров она имеет как раз как мягкие боковины так и достаточно мягкий протектор разумеется в связи с этим обусловлены ее потрясающая цепкость на разных поверхностях но этим же обусловлена безумная боязнь этой резины именно проколов боковые проколы там проколы центральные дорожки я когда эксплуатировал данную резину на моем желтом дефе на нагибаторе если кто-то из вас его помнит я просто замучился их клеить каждая покатушка одно колесо ты стандартно клеишь то есть это конечно достаточно такой весомый аргумент в минус собрал я пока что колеса могу по колесам сразу сказать это было замечено и на соревнованиях которые не очень давно проходили в москве и я сейчас это могу и вам там сказать резина просто дичайше жесткая то есть сама резина еще более или менее то есть как я отметил боковая у нее плоскость относительно мягкая центральная дорожка у нее довольно жестко так и по ощущениям сама центральная часть потолще то есть с одной стороны это понятное дело плюс потому что вы банально меньше шансов имеете проколоть покрышку с другой стороны это понятное дело минус потому что проходимость у данные резины то есть я сейчас ее ну разумеется не сильно не очень старательно но вот пытаюсь сжать и знаете можно в общем-то кулак тренировать как те кто постарше знают такие эспандеры были кольца с разной жесткостью вот для того чтобы тренировать кулак но здесь больше претензий не к самой резине не к самой покрышки здесь большие основные претензии именно к внутреннему наполнению поролонов то есть таким поролоном по моему можно набивать диваны таким пролоном с такой жесткостью плотностью и диван будет служить долго не будет как бы ямки никакие формироваться то есть то есть колеса в плане резины и в плане вставок здесь ну на мой взгляд однозначно требуют замены потому что модель это имеет просто фееричный потенциал и вот эта резина она будет скажем так сдерживать ограничивать этот потенциал причем довольно заметно на мой взгляд к чести компании мст отмечу что качество пластика как на cmx так и вот теперь смотрю глазами на cfx качество пластика хорошая причем качество как пластика так и самого литья отмечу лучше чем на том же самом втором аксиале корпус редуктора у нас пластиковый при этом все внутреннее наполнение у нас выполнено из стали причем по модели cmx стали это действительно как бы без проблемная стали это действительно ходит очень круто то есть все такие силовые упорные опорные элементы имеют нормальное усиление нормальное утолщение там где это требуется реально по опять таки скажем так опыту эксплуатации модели cmx ну вернее мостов от модели cmx нареканий к стали главным парам нет абсолютно никакого то есть ходит все просто действительно очень долго опять таки есть обзор на эту тематику на моем канале можете посмотреть и все такие силовые моменты сделаны правильно не знаю уж повлиял там как-то мой обзор мое письмо в поддержку соответственно компании мст но теперь можно видеть то что раздатка которая центральная она имеет 4 действительно отверстия под крепеж и не должно теперь ничего расходиться возможно компания мст таким образом решила более глобально решить проблему с раздаткой на модели cmx и просто выпустила cfx соответственно один к 10 перекинув редуктор и раздатку на модель cmx трансмиссию мы имеем в виде планетарного редуктора планетарный редуктор соответственно хорош тем что это в общем-то практически не убиваемая конструкция то есть убить планетарный редуктор это нужно очень постараться шестерни у нас все стальные валы у нас все стальные причем сталь по ощущениям по виду нормальная так называемая heavy duty у rc4 vd поэтому в этом плане в данном как бы случае в данном направлении проблем я думаю быть не должно подсобрал я как вы можете видеть редуктор который устанавливается под капот никаких люфтов здесь нигде нет в общем то здесь внутри все на подшипниках из довольно интересных особенностей мы имеем двойной слипер то есть обычно такое сцепление своеобразное у нас устанавливается с одной стороны здесь же с обеих сторон установлен слипер не могу пока сказать плюс это или минус еще такая коротенькая рима рачка на предмет редуктора коробки под соответственно капотом рядом с передней осью здесь есть как бы такой момент да круто развесовка все дела там классно меньше вы будете переворачиваться но при этом серва лебедка под капотом я вас уверяю эффекта даст значительно больше вот примут в разы то есть вы там вертикально можете в общем то модель поднять на дерево так что здесь как бы ну такой я бы сказал спорный довольно таки вот этот именно момент но опять таки в целом разумеется это не делает модель там хуже лучше то есть это просто своеобразное достаточно решение то есть мст они видимо все-таки больше в дрифте больше как бы в таких дисциплинах и может они просто элементарно не задумывались да в общем то с другой стороны вообще не одна практически компания выпускающая скажем так трофи модели мало о чем задумывается переделывать можно все по поводу самой скажем рамы да рама в общем то то же самое что аксиал то же самое что cmx за исключением там скажем так некоторых нюансов п-образная рама п-образный профиль рама жесткая в отличие от того же самого аксиала она не гуляет здесь уже это не cmx которая такая масенькая наверное вот сюда между кронштейнами амортизаторов она встанет cmx здесь же могу сказать то что жесткость рамы очень хорошая здесь понятное дело уже не только центральная площадка здесь и редуктор добавляет жесткости так мягко скажем немало рама кстати неправильно я сказал она действительно тоже выгнута в трех плоскостях на во первых п-образная во вторых есть расширение по центру и чуть уже по краям это нам дает плюс и преимущество в том что при нашем фееричном вывороте с огромными колесами мы более скажем так маловероятно будем цеплять за раму большое спасибо компании мст за то что они сделали черными крышечки главной пары не стали делать тошноты этот красный цвет как на аксиале втором и в дальнейшем продавать такие вот черные крышечки как аксиал здесь в этом плане конечно компании мст можно сказать спасибо за то что они не выкручивают не вымогают деньги хотя даже по сравнению с cmx комплектация стала чуть победнее потому что только один комплект пружин идет вместе с моделью погнали дальше следующий момент который радует в cfx это наличие тяг тяги понятное дело есть во всех моделях но не во всех моделях в ките соответственно в голом самом они металлические здесь они металлические это в общем-то круто потому что все те кто готов во первых в этом честно признаться а во вторых те кто имели модели с пластиковыми тягами все могут честно положа руку на сердце признать себе такую вещь то что они могут деформироваться если они пластиковые полностью здесь же они металлические проблем с деформацией никаких быть соответственно не должно либо как минимум не может